Будущее переработки какао оказалось под угрозой из-за тревожного совпадения ряда факторов – от глобального потепления до вредителей и генетических особенностей какао или шоколадного дерева. Некоторые исследователи зашли в своих пессимистических прогнозах настолько далеко, что предрекают в ближайшие 40 лет гибель всей шоколадной индустрии, объем которой оценивается в 98 миллиардов долларов. Другие специалисты срочно ищут способы избежать такой катастрофы. Согласно исследованиям, проведенным компанией Euromonitor, в 2016-2017 годах мировой спрос на шоколадную кондитерскую продукцию превысил 7450 тонн, подскочив более чем на 10% по сравнению с показателями пятилетней давности. Аппетит, с которым человечество поглощает шоколад, в основном подогревается увеличением потребления в Китае и Индии, двух наиболее населенных странах мира. Данные международной организации Какао, которая следит за рынком этого продукта, показывают, что ситуация на нем напоминала маятник. В течение 20 лет дефицит сменялся избытком и наоборот. Недавний опрос, проведенный агентством Bloomberg среди трейдеров, аналитиков и брокеров, демонстрирует, что предложение какао-бобов может превысить спрос на 97500 тонн в сезоне 2017-2018 годов, что неплохо, но только если вы являетесь потребителем данной продукции. Основная масса продукта поступает на рынок из бедных стран. Крупнейшие производители находятся в африканских странах. Две из них, Кодивуар и Гана, производят более половины всего какао в мире. Фермеры, выращивающие какао, получают всего 6,6% суммы, вырученной от реализации продукта. Еще больше усугубляет ситуацию то, что средний возраст этих фермеров – 51 год. Более молодые предпочитают заниматься другими, более прибыльными сельскохозяйственными культурами. Производство сложно назвать современным и продвинутым. 90% какао выращивается на небольших семейных фермах. Выращивание и сбор урожая – очень трудоемкий процесс. Плоды не вызревают в одно время, поэтому требуется постоянное наблюдение за деревьями. Согласно данным негосударственной организации Make Chocolate Fair, растения плодоносят целый год, а из урожая одного дерева получают полкило какао. Малейшие перемены погоды могут испортить урожай, так что глобальные изменения климата не способствуют развитию индустрии. В докладе, недавно опубликованном Институтом инновационной генетики Калифорнийского университета, дается прогноз, согласно которому климатические изменения в ближайшем десятилетии существенно уменьшат площадь угодий, пригодных для выращивания какао. Исследования межправительственной группы экспертов по изменению климата также предупреждают о том, что Кодь-де-Вуар и Гана лишатся возможности выращивать эту культуру на значительной части своих территорий. Если на родине какао в бассейне реки Амазонки деревья какао научились противостоять патогенам, то в Африке, куда растение было завезено европейскими колонизаторами в XIX веке, дела обстоят иначе. Эти растения были вырваны из естественной среды обитания и перенесены на другой континент, в условия, к которым они не были адаптированы. Поскольку какао не подвергалось систематической селекции, оно не отличается генетическим разнообразием, и вирусы легко преодолевают его защиту, говорит Джуди Браун, вирусолог Аризонского университета. Среди угроз насекомые – грибковые инфекции. Пример такой инфекции – вспышка в северо-восточной Бразилии в конце 1980-х годов. В результате этой эпидемии в период с 1991 по 2000 год производство какао сократилось с 320 тысяч до 191 тысячи тонн в год. До сих пор единственный способ борьбы с такими инфекциями уничтожения больных растений. Но проблема в том, что деревья могут оставаться инфицированными долгое время, прежде чем появятся первые симптомы. В результате болезнь может перекинуться на соседние растения, прежде чем источник инфекции будет обнаружен.